Как вы думаете, сколько стоит один лид? А как вы думаете, как его есть возможность удешевить? Как не терять клиентов, которые заходят на ваш сайт, но так и не купили ваш товар? И как заставить все-таки клиента остаться на вашем сайте и купить все-таки товар именно у вас? Эти цели решает динамический ремаркетинг. Меня зовут Алена Полихович, и сегодня мы рассмотрим с вами его возможности, как его настраивать, на какие аудитории, и как сделать так, чтобы клиент все-таки вернулся, осуществил покупку на вашем сайте и ушел довольный. Ремаркетинг в целом это компании, которые таргетируются на людей, которые уже взаимодействовали с вашим сайтом. Принцип работы ремаркетинга заключается в том, что вы показываете свое объявление тому человеку, который уже хоть как-то взаимодействовал с вашим сайтом. Например, посещал какие-то отдельные страницы, или же нажимал на какие-то отдельные кнопочки на вашем сайте, такие как обратный звонок, позвонить, положить в корзину, там иконки соцсетей и так далее. И под эти аудитории, соответственно, можно настроить показы отдельных объявлений. Например, тем, кто посетил ваш сайт, но не купил товар. В таком случае можно догнать такого клиента баннерной рекламой, например, с какой-то скидкой или же акцией. Ну а тому, кто покупал на вашем сайте в течение года, показывать баннер с накопительной системой, или же скидками, которые у вас действуют. Но в чем же особенность? В том, что вы будете показывать один баннер под одну аудиторию, или же группу баннеров, которую вы выберете сами. Но как выбрать из тысячи товаров со скидкой для нашего потенциального клиента всего лишь 5-6, которые точно его заинтересуют? Вот как раз с этой задачей справляется динамический ремаркетинг. Динамический ремаркетинг дает еще больше возможностей. Он более персонализированный и, как следствие, более эффективный. И он помогает нам напоминать нашим клиентам о тех товарах, которыми они интересовались на нашем сайте. К примеру, баннер с товаром, который заинтересовал нашего посетителя, который он добавил в корзину, но так и не оплатил его, напомнит ему об этом товаре и заставит вернуться на наш сайт. Особенно, если на данный товар снизилась цена, или же он участвует в какой-либо акции. Как работают динамические ремарки? По принципу внутреннего алгоритма Google, который сам определяет товары, которые могут быть наиболее интересны для пользователя, или же которую он чаще всего просматривал. Ведь, используя Google, мы сами чаще всего даем ему информацию о нас и разрешаем собирать информацию о том, какие сайты мы посещали, какие товары мы просматривали, чем в целом мы интересуемся. Мы могли посещать подобные товары на других сайтах, и Google покажет нам такие же товары, но с нашего сайта, на который мы настраиваем нашу рекламу. Из минусов работы данного алгоритма, это то, что мы никак не можем на него повлиять. Поэтому можно признать динамический ремаркетинг просто более расширенной версией умной компании с более гибкими настройками. С помощью динамического ремаркетинга хорошо продаются дорогие товары, или же сложные товары над покупкой, которые человек думает несколько дней. То есть, это может быть какая-то дорогая брендовая одежда, обувь, или же ортопедический матрас, к примеру, или же автомобиль, что-то вот в таком стиле. Так или иначе, но хорошо настроенный динамический ремаркетинг, это высококонверсионный и эффективный инструмент в контексте медийной сети. Итак, вы пришли к выводу, что вам это необходимо. С чего же начать настройку? Существует несколько способов настройки динамического ремаркетинга. Во-первых, через тег динамического ремаркетинга, ну а во-вторых, через Google Merchant Center. Первый способ через тег работает исключительно на списке страниц, которые вы заливаете в Google. Установка тега запускает подбор конкретных страниц, исходя из интересов пользователя. Данный способ настройки используется, например, в агентствах недвижимости, или для такой рекламы, когда мы рекламируем продажу конкретных билетов. Если вас интересует данный способ настройки, тогда поставьте обязательно лайк на это видео, напишите мне об этом в комментарии, и тогда я сниму для вас ролик по такому типу настройки динамического ремаркетинга. В этом же ролике сегодня мы поговорим с вами о втором способе настройки динамического ремаркетинга через Google Merchant Center, который используется в основном для интернет-магазина. Первыми коммерческими сайтами были именно интернет-магазины, и по статистике коммерческих сайтов в интернете гораздо больше. Самый богатый сайт в мире это Amazon, а на втором месте Apple. Я думаю, это о чем-таки договорит. Итак, переходим с вами к практической части этого ролика, что нам необходимо сделать, какие выполнить шаги для настройки динамического ремаркетинга. Итак, мы должны с вами зайти в Google Merchant Center, далее прокрутить вниз на развитие аккаунта, выбираем управление программами, и мы должны с вами убедиться, что там, где поле динамический ремаркетинг, у нас либо активно стоит галочка, либо же у нас будет стоять на чат, либо присоединиться. Кнопочка, мы ее нажимаем, и после этого она станет у нас активной. Далее нам нужно убедиться, что Google Ads у нас есть в связанных аккаунтах. Если вы уже настраивали торговую кампанию по моему предыдущему ролику, тогда у вас этот шаг уже выполнен, а если же нет, то советую вам посмотреть мой предыдущий ролик до конца. Ну и вкратце вам напомню, что в Google Merchant Center мы нажимаем на шестеренку, это наши настройки, переходим в связанные аккаунты, и вот здесь вот мы смотрим, чтобы наши аккаунты Google рекламы были связаны, если нет, то там нужно будет нажать связать. Ну в моем случае у меня уже есть связанный аккаунт, и другой мне не нужен. Следующим очень важным шагом у нас будет настройка Google Аналитики, и конечно же Google Аналитика должна быть связана с вашим аккаунтом Google. На кого же можно таргетировать ремаркетинговые кампании, то есть какие аудитории нам необходимо иметь? Условно всех посетителей нашего сайта можно поделить на 5 групп, то есть это все посетители сайта, все посетители сайта именно с рекламы, которые переходили на наш сайт, все, кто не купили, все, кто начали оформлять заказ, но так и не купили, не завершили процесс оформления, то есть они добавили товар в корзину, но до конца не произвели оформление корзины, то есть условно говоря брошенная корзина, ну и конечно же покупатели сейчас я покажу вам как настраивать эти аудитории и напомню что все аудитории появляется только на следующий день так что не пугайтесь если вы в google ads их не увидите прям сразу вы должны зайти в google аналитику убедиться что связь google рекламы у вас здесь есть связанный аккаунт после этого вы еще обязательно посмотрите в настройки данных в сбор данных чтобы у вас здесь обязательно стоял ползунок передвинутый галочка расширенные настройки для персонализации рекламы чтобы у вас здесь все было включено подтверждено и так далее об этом я кстати про рассказывала более подробно в своем предыдущем ролике про google аналитику 4 так что посмотрите если не смотрели обязательно здесь посмотрите хранение данных чтобы у вас было максимальное количество этих данных и нажимайте галочку сохранить в случае чего то есть обязательно посмотрите чтобы все у вас было четко и после этого мы можем с вами переходить в настройки именно аудитории для этого мы с вами переходим связь google рекламы нажимаем выбранный наш аккаунт и прокручиваем тут в самый низ параллельно смотрим чтобы у нас галочка была здесь стояла включить персонализированную рекламу и дальше мы переходим создайте аудиторию ремаркетинга в google аналитики и нажимаем на кнопку начать и нас перебрасывает вот такой вот интерфейс изначально создадим с вами новую аудиторию которая будет называться все пользователи нажимаем новая аудитория нам открывается вот такой интерфейс где мы можем выбрать и создать аудиторию по шаблону или же мы выбираем создать особую аудиторию а мы называем аудиторию как чтобы мы понимали в данном случае все пользователи все пользователи и далее нам необходимо выбрать условия условия у нас будет page view то есть вот здесь мы выбираем события можем развернуть поискать его вот оно у нас page view и здесь мы добавляем параметры это будет event count и условия у нас больше двух нажимаем применить и здесь срок хранения данных мы берем я бы рекомендовала брать больше чем 30 дней хотя бы 90 дней и вот здесь вот внизу у нас есть сводка где мы видим приблизительное количество пользователей в этой аудитории сеансов в этом сегменте и нажимаем после этого сохранить следующая наша аудитория это все пользователи которые переходили к нам через рекламу поэтому мы опять же нажимаем новая аудитория здесь мы правда будем использовать с вами шаблоны выбираем источник трафика называем нашу аудиторию так все пользователи с рекламы с рекламы и мы выбираем канал для первого пользователя содержит и cpc конечно же и нажимаем применить и опять же здесь мы берем где-то 90 дней следующая аудитория это те посетители которые не совершили покупку для этого изначально мы заходим в события и смотрим все существующие события то есть мы настраивали уже на них цели конверсии и вот мы смотрим buy one click какие у нас конверсионные такие события и очень важно add to cart и кстати очень важно чтобы события были прописаны через нижнее подчеркивание а не через дефис то есть buy one click вот как здесь на примере это правильно это мы можем сможем сейчас с вами создать такую аудиторию добавить такой параметр а вот если buy one click у меня вот как здесь через дефис то я таким воспользоваться не смогу поэтому когда вы будете настраивать себе конверсии цели в четвертой аналитике обязательно прописывайте через нижнее подчеркивание о том как создавать такие цели я уже говорила в своем предыдущем ролике обязательно посмотрите его ссылку я конечно же оставлю в описании и подсказка где-то здесь вылетит ну а мы с вами продолжаем мы смотрим события которые имеют для нас ценность связаны с оформлением именно заказа то есть buy one click кнопка оформить заказ потом add to cart все это мне подходит переходим с вами возвращаемся снова в аудиторию нажимаем новая аудитория создать особую аудиторию и вот здесь изначально мы с вами добавим исключенную группу и будем выбирать с вами условия пользователей которые мы временно исключим так для начала мы ищем все вот эти наши события так и добавить параметр event count больше нуля применить так дальше добавляем или условия итак смотрим наши события вы кстати можете их искать через события если не помните как они назывались в нашем случае еще подходит нам buy one click event count тоже у нас больше нуля нажимаем или снова дальше ищем события так кнопочка оформить заказ то же самое сюда у нас идет так или и еще события успешная покупка event count больше нуля так ну и конечно здесь мы добавляем условия это просмотр страницы page view event count у нас тоже больше нуля опять же здесь смотрим оставляем 30 дней или как я рекомендую берем где-то 90 дней так и называем нашу аудиторию то есть посещали сайт но ничего не купили но ничего не купили и нажимаем на кнопку сохранить и создаем с вами аудиторию людей которые бросили корзину то есть добавили какой-то товар но так и не оформили заказ в данном случае мы включаем пользователи которые добавили товар в корзину больше нуля или же они начали оформление заказа в моем случае я прописывала это как check out start тоже больше нуля ну и временно исключаем пользователи которые совершили заказ то есть здесь у меня кнопка оформить заказ успешный заказ быстрый заказ или купить в один клик опять же повторюсь и напомню вам что все эти события мы с вами прописываем и делаем в 4 аналитики когда делаем действия конверсии и если вы еще не знаете как это делать то обязательно посмотрите мой ролик на эту тему я уже выпускала и подробно рассказывала как настроить нажатие на клик по кнопке или же просмотр конкретной страницы и так далее очень полезный ролик поэтому ссылку конечно оставлю в описании и таким образом вот здесь вы можете посмотреть у нас здесь появляются все наши аудитории которые мы создали и они на следующий день уже будут отображаться в google ads ну и мы можем с вами собственно спокойно переходить к настройке динамического торгового ремаркетинга и так переходим с вами в google ads выбираем компании нажимаем на плюсик выбираем новая компания нас интересуют продажи нажимаем продолжить выбираем тип компании кмс оставляем стандартную медийную компанию далее мы с вами вставляем ссылку на веб страницу куда будут попадать люди которые нажмут на наше видеообъявление называем компанию динамический торговый ремаркетинг нажимаем продолжить так выбираем нужное нам место положение здесь все как обычно после этого выбираем язык на котором говорят наши клиенты разворачиваем дополнительные настройки это очень важно здесь мы с вами можем как обычно выбрать устройства на которых мы хотим показывать нашу рекламу например исключить показы на мобильных устройствах и так далее и очень важно это динамические объявления мы выбираем динамические объявления ставим галочку использовать фид динамических объявлений и выбираем собственно наш фид оставляем без фильтров то есть рекламируем все товары в стране сбыта ну или же если вы хотите рекламировать только конкретные товары тогда выбираете с фильтром и вот здесь вы должны будете задать значение так здесь все как обычно расписание показы объявлений если у вас там есть какие-то предпочтения то есть вы хотите рекламироваться не во все дни или же не во все время то тогда вы здесь можете это настроить также здесь можете задать параметры url компании то есть добавить учим метку и в исключенном контенте мы как обычно с вами как и в кмс убираем ставим галочки там подходит для детей для детей под просмотром родителей для подростков также мы убираем вот здесь все весь ютубчик при покракованные домены сексуального характера непристойную грубую лексику здесь все как обычно мы исключаем как мы это делаем в обычных наших компаниях для кмс и нажимаем после этого далее нажимаем далее переходим к бюджетам задаете дневной бюджет наша цель это конверсия вы можете выбрать цену за конверсию которую вы готовы платить и после этого мы переходим с вами в таргетинг далее мы с вами переходим в таргетинг где мы здесь можем выбрать собственно сегменты аудитории изначально мы с вами выбираем на всех посетителей сайта то есть выбираем вот здесь как они взаимодействуют с вашей компанией и выбираем здесь все посетители google аналитика это первый сегмент на который мы с вами настраиваем и нажимаем кнопочку далее и здесь у нас будет объявление которое мы должны будем создать динамическое здесь все как обычно мы прописываем конечный урель название нашей компании то есть как она называется добавляем изображение логотипы видео если оно у нас есть прописываем наши заголовки описание то есть создаем такое базовое объявление и после того как мы его создадим у нас здесь будет качество объявления выводиться и конечно чем загружен кружочек тем лучше но мы сейчас не будем останавливаться на этом вы здесь все сами сможете прописать как бы цель у нас в этом видео немножко другая далее мы с вами в компании делаем группы объявления то есть копии нашей групп объявлений и работаем именно с аудиторией добавляем там исключенную аудиторию то есть допустим у нас есть группа брошенная корзина да и аудитория таргетинга заходим вот сюда у нас собственно брошенная корзина вот здесь сегменты аудитории мы можем посмотреть вот она брошенная корзина здесь мы можем ее как бы изменить вставить так далее далее неактивные покупатели группа такая у нас есть заходим также в аудитории здесь у нас аудитория таргетинга будет аудитория не совершившая никаких покупок а в исключение у нас добавится аудитория с брошенной корзины чтобы ее добавить мы нажимаем дополнительно точнее изменить исключение и выбираем на уровне групп объявлений и вот здесь нам показываются все наши аудитории мы выбираем брошенная корзина и нажимаем на кнопочку сохранить дальше у нас например идет покупатели которые не были с рекламы то есть у нас здесь с вами аудитория будет таргетироваться на покупателей а исключенная аудитория у нас будет аудитория с рекламой и таким образом у нас будет несколько групп объявлений для каждой аудитории и соответственно каждое объявление для каждой группы аудитории будет свое допустим для группы объявлений брошенная корзина для аудитории которые начали оформлять заказ но так и не завершили мы здесь в объявлении будем стараться давить ценой то есть мы будем прописывать такие пункты как товар заканчивается например или же есть в наличии и так далее то есть что-то такое что побудит клиента который уже пытался оформить заказ но так и не оформил все же довести до логического завершения покупку для неактивных покупателей например которые даже не добавляли товар в корзину мы здесь с вами можем прописывать два по цене одного например какие-то такие скидки или акции можно объявить например о распродаже какой-то там купить до конца месяца что-то в таком стиле чтобы человек все-таки именно заинтересовался для покупателей которые у нас не были с рекламой мы им в свою очередь предлагаем какие-то накопительные баллы на покупки прописываем какие-то такие вещи что товар ограничен его осталось мало или же отдельные группы товаров мы рекламируем в данном объявлении для данной группы ну а для аудитории всех посетителей кроме тех посетителей которые приходили на наш сайт собственно с рекламы такая аудитория все пользователи она нам нужна и в основном она нам нужна для рекламы каких-либо наших акций то есть у нас там не знаю какое-то новое поступление скидки на какой-то бренд 10 процентов и так далее и здесь в этом объявлении мы с вами будем использовать именно фото наших акций то есть создавать какой-то красивый яркий баннер именно с акции скидкой и так далее и тут кстати очень хорошо подойдут нам видео объявления ну и конечно же мы с вами не забываем здесь добавить исключенные минус площадки все как для компаний КМС списки исключенных мест размещения вот здесь выбираем и создаем наши минус youtube каналы какие-то обычные минус площадки то есть всякие детские youtube каналы ну и сайты которые нам точно не подходят всякие мобильные приложения и так далее то есть в базовой настройке здесь у нас все как для компании контекстно-медийной сети динамический ремаркетинг отключается от других компаний тем что будучи сразу настроенными запущенным он сразу же не работает исключение это если вы настраиваете его на базу клиентов поэтому при запуске динамического ремаркетинга очень важно чтобы у вас на сайте был уже какой-либо трафик будь то сеошный или же контекстный трафик или же трафик соц сетей ведь без информации алгоритм google просто не соберет аудиторию и не запустит созданные вами объявления потому что мы их настраиваем на аудиторию а чтобы она у нас была нужно чтобы был трафик потому что как вы видите есть ограничения например меньше там чем какое-то количество пользователей и такая аудитория уже слишком мало для того чтобы мы могли использовать в контекстной медийной сети поэтому обязательно это учтите ну и так подытожим с вами эффективность рекламы динамического ремаркетинга на самом деле динамический ремаркетинг может похвастаться очень высоким CTR который может быть выше даже обычной торговой компании обычная торговая компания может иметь CTR 0,5% в то время как динамический ремаркетинг торговый может превышать даже 2% ну как вы сами понимаете это очень высокий показатель CTR для любой контекстной медийной рекламы стоимость рекламы в динамическом ремаркетинге гораздо ниже так как аудиторию у нас уже теплая мы таргетируемся не в воздух ни на абсолютно новую непонятную нам неизвестную аудиторию ну а коэффициентка конверсии гораздо выше но есть еще один тип торговой компании который может похвастаться большим показателем конверсии и меньшей стоимостью и спойлер это не google но об этом мы с вами поговорим в следующих роликах если вам это будет интересно то конечно же дайте мне об этом знать в комментарии к этому видео если у вас остались какие-то вопросы обязательно задавайте их в комментарии если вам понравился этот ролик то обязательно делитесь ими в своих соц сетях ставьте лайк также не забывайте нажать на колокольчик не забывайте вступать в нашу телеграм-группу подписывайтесь на наш инстаграм аккаунт ну и конечно же задавайте все свои вопросы пожелания в комментариях я постараюсь ответить на каждый из них до новых встреч и хороших вам продаж